короче это талмит элла gold 5 у зои балансный герой потрясающий матчап ну короче если ты гол 5 это талант а ты примерно знаешь что ты делаешь на медлайне в плане того что план на игру ты примерно свой понимаешь что в начале если ты можешь чувака прохарасить w ты это делаешь и ищешь способы его убить на шестом ну или до 6 если подставиться по с появлением 6 ты ромишь убиваешь на роме чуваков ловишь халявку если ты играешь call 5 на талане я думаю ты знаешь свой план на игру хорошо насчет зои я ненавижу зои я просто ненавижу твой герой так как консервный герой просто насчет базы ленинга против зои самое первое что эти могу сказать до того как еще игра началась это твое позиционирование относительно крипов типа сейчас начнется линия покажу примерно чем я говорю вот тут вот прямо прямо сразу ну кидай w одновременно по крипам по зои это хорошо и правильно если ты подходишь вот сейчас добить крипа ты не подставляешься чтобы зои одновременно кинла куху на добить твоих крипов и подамажить тебя это первое самое важное если ты делаешь ты молодец сразу вот сейчас было близко запушить первую пачку это хорошо вардик 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 окей немножко рано но это хороший вардик насчет того что он рано ганкать на левел 2 тебя не будут если бы тебя хотели ганкать левел 2 тебя бы же ганкнули на левел 2 причем если бы тебя хотели ганкать левел 2 тебя бы скорее всего ганкали бы снизу отсюда я вот не посмотрел откуда начинает жанр но это можно было посмотреть в игре зоне зоне из-за этой позиции нужно ее зонить как можешь вообще попытайся хотя бы это сделать я знаю что может сделать немножко трудно хотя попытайся что я имел ввиду под звонить там был отличный момент что я имел ввиду под этим посмотрим вот сейчас сделаешь шажок вот сюда вот примерно вот сюда и если она хочет добивать крипов ей придется поднатужиться ради этого что просто так она крипов добивать не сможет вот типа если стоишь вот здесь где мой курсор ты во-первых дотягиваешься не w во-вторых ты сам в позиции того чтобы автоатаками добивать крипов именно добивать они пушить вот то что что тебе хочется сейчас сделать хотя почему я на левел 2 окей вроде как у на левел 2 берется вот сейчас ты полностью потерял эту позицию вообще полностью потерял эту позицию не дай добить тележку не дай добить тележку стоп у тебя 3 у нее 2 сразу же сразу же получаешь уровень сразу же шажок вперед вот сюда у тебя есть две задачи когда ты берешь третий уровень а на второй уровень первая задача как можно больше выиграть с этого в плане позиции в плане того чтобы оттянуть ее от твоих репов и не дать ей спокойно фармить 2 тупо угрожать ее уроном и потенциально убить и ну либо просто хорошо потратиться сразу же нужно сделать подшаг вперед тем более ты видишь жанлера то есть видишь жанлера ты видишь киндратку если ты сейчас делаешь подшаг вперед и просто не даешь зои играть в речку в жанлера то ты молодец то выиграешь таким образом очень много вот это было типа хорошо если бы это было на когда узлы был 2 level было бы еще лучше можно ли там было помочь да учитывая что тебе есть приоритий но тут можно помогать жан sir удара зону конечно потерял очень много дамаги на халяву не раскатил совершенно к ликси то можно было помогать жанлеру да это была 1 Из опции, учитывая, что там у Дариуса Тоже есть приорити, у тебя есть приорити Блин, эта интеракция мне вообще не знакома На самом деле, я думал, что ты не полетишь через стенку За Казиксом, но почему-то Талант полетел за стенку Через стенку за Казиксом То есть я честно говорю, я вот, например, не знал, что так можно То есть я думаю, что Талант прыгнет вот сюда Вот и остановится Что это? Ну, это глубоко Это глубоко Сейчас Дариус 3+, забирает то, что пассивку настакал Каппа Не, не забирает Хе-хе-хе Ну, было бы забавно, конечно Что с камерой не так? У тебя есть флэш? Нет, тебе нет ничего Запушивай, 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 запушивай сразу, потому что на крипов потеряет Можно зарумить на бот Можно зарумить на бот Окей Мне нравится, что увидел эту возможность Мне нравится, что ты эту возможность увидел и пошел ее реализовать Ну, попытался Вот хорошо Твой герой зависим от этого Стиль игры, твоего героя зависима от подобных решений и от подобных вещей Мы видим, кстати, что появляется крабик вот сейчас вот здесь Казикс может изи пойти на этого крабика Вот такой способ еще смотреть, где может быть жанр То есть, либо он вот здесь вот, потому что он начинал снизу Мы это помним Ну, я посмотрел на карту, честно говоря, я с 4-л Но это можно было в игре тоже увидеть Он начинал снизу, значит, идя снизу вверх У него сначала появится нижний лес, потом появится верхний лес И крабик еще То есть, мы сейчас знаем, где может быть жанр Почему это нужно? А потому что Можно убивать Зои на 6-м уровне Типа Где может быть жанр? Либо жанр вот здесь вот Фармит этот лесок Либо он на крабике Если на крабике, он может еще к тебе прийти Потенциально Вот это базовая ошибка Это базовая ошибка Я не знаю, как мне об этом говорить Потому что мне кажется, об этом нужно сделать видео Какое-нибудь коротенькое Просто на него постоянно ссылаться, чтобы не тратить время Я эту фигню вижу постоянно Смотри Контроль линии У тебя нет крипов Что ты хочешь делать? Отставая на уровень от Зои и потеряв половину маны Ты хочешь безопасно фармить и ждать хорошего момента, чтобы реализовать героя Если ты сейчас дерешься, это невыгодно У тебя меньше уровня У Зои куча крипов Вот они, красненькие Ты сейчас подходишь вот сюда? Как только ты подошел вот сюда, ты сделал огромную базовую ошибку Подожди, пока эти крипы подойдут к тебе под башню И под башней их добей Вот Причем этот делал всегда Подобные ошибки нужно сразу же выбирать из своего геймплей Это недопустимая штука Вообще недопустимая Да Трейд из этой позиции также выиграть невозможно Опять же, ты отстаешь на уровень И крипы красные Крипы дамажут очень сильно Ребят, недооценивайте никогда Уровни и крипов Вот До этого тоже, что там была игра с бронзой 1 Для этого человека тоже это будет очень полезно Никогда нельзя недооценивать крипов и уровни Разница в один уровень И в буквально двух-трех крипов Она будет решать исходы ваших драк один на один на линии Вот Либо не решать, но очень сильно Помогать человеку, у которого больше уровней и больше крипов Недооценивайте их Это очень важная вещь И в принципе то же самое и произошло То есть крипы тоже подошли к тебе под башню Но ты их добиваешь уже без хп из-за этого трейда Теперь уже твоя линия будет сложнее из-за этого Мне кстати нравится использование W Вот, что хорошо, что тебе нужно продолжать делать Я сейчас буду говорить очевидные вещи Просто вообще до одури очевидные, но тем не менее Использование W подобное очень правильно Ты с одной стороны Попадаешь по крипам И с другой стороны попадаешь по Зое Если ты при этом еще будешь добивать крипов И попадать по Зое Это будет просто 200% эффективное W Как распоряжаться подобными скиллшотами? Правило для всех одно Если ты милишный чувак со скиллшотом И ты хочешь добивать скиллшотом крипов Самое выгодное это Двух крипов одним скиллшотом Это прям супер эффективно Вот два крипа одним скиллшотом Цель Стараться это делать Тогда ты будешь очень хорош В этом плане То есть вот сейчас кинуть допустим Еще вот сейчас кинуть W Добить всех этих дальних крипов И пнуть Зое Это хорошо Если конечно манки хватит Потому что убить его на шестом У тебя уже опции никакой нет У тебя уже надо просто Пережить линию И найти самый возможный Ну самый хороший вариант для бека И его использовать Окей Тут уже проблема Тут уже проблема киндер Она видела что-то бэкнулся Она видела что реквалился И Это ее проблемки У тебя мат Пятый уровень Пятый уровень Пятый уровень Пятый уровень Нет Пятый уровень Пятый уровень Убери этот паттерн сразу Вот что важно для тебя Человек который прислал Треблей Написал мне Что я сижу в голде Пятом И я не поднимаюсь И ниже тоже не падаю Так вот, на твоем этапе очень важно, как только ты видишь какую-то подобную ошибку, вот типа вот этой вот ошибки, которая там раньше была, когда ты подрался в крипах. Сейчас ты тоже дерешься в крипах, между прочим, это то же самое. Как только ты видишь подобные ошибки, ты должен сразу их убирать. Сразу уже. Вот один раз делал, понял, что это плохо, больше не делаешь никогда, и тогда твое вело будет расти. Так вот, драться с пятым уровнем против шестого, это плохо, это невыгодно, ты не можешь выиграть пятым уровнем против шестого уровня, никогда. Просто не делай так, просто убери ты своего геймплея сразу на корню, поставь себе огромную жирную галку и все, я не знаю, как по-другому еще тут тебя донести. Вот здесь вот с этим то же самое, тут сейчас, это даже повторение, то есть ситуация только тут крипов больше у тебя уровня, меньше, еще к тому же сверху. Пока что это самое важное, что было в этом реплее. Это жадность была, это была жадность. У тебя выбор очень простой из этой позиции, то есть когда вот эта позиция начинается, тогда вообще вся вот эта вот движуха начинается, где ты? А тут еще. Вот смотри, у тебя очень простой выбор, рискнуть своей жизнью, да, своей жопой и попытаться добить крипов под башней, потому что их много, они вкусные. Пожадничать, рискнуть. Либо принять в тот факт, что у тебя мало здоровья, что ты уже давно в литл рейнже, то есть тебя могут убить за куху. Там даже игнать не нужно, там просто кухой, ты мертвый. И потерять все это. Надежнее, конечно же, безопаснее, то потерять тупо. Но я хочу донести до тебя идею, что ты должен понимать сейчас, что это риск и что ты можешь за это умереть. А вот как ты можешь за это умереть? Ну, Зои, балансный герой, что тут скажешь, как бы. Я просто, например, не очень хорошо знаю скеллсет Зои, я не очень сильно ожидал, что она тебя вот так вот убьется с ультой автотаки Игнайта. Я ожидал, что она куху кинет. Потому что, когда ты подойдешь к крипам, твоя позиция будет примерно понятная, куда кидать куху. Скеллшотом таким попасть будет проще, я примерно так думал. Вот я так хочу тебя донести, что тут надо понимать, что либо ты рискуешь умереть, пытаясь зафармить крипов, либо просто их отпускаешь и безопасно бегаешься. Вот. Тема Тантал, насколько я знаю, неплох. Вот. Отличный пример, отличный пример. Представь себе, предыдущую ситуацию с шестым уровнем было бы точно так же. Окей? Хорошо. К тому же наказал Зои за то, что она пожадничала и осталась на линии. Теперь ты запушиваешь следующую пачку, обязательно следующую пачку, не уходи с линии. Нет, 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 не уходи. Стой, стой, стой. Следующую, следующую, следующую. У тебя нет ульта. Следующую, следующую, следующую пачку. Следующую пачку, следующую пачку. Значит, вот что тебе нужно в плане игры на Талоне, это понимать, когда ромить надо, когда ромить не надо. Почему я говорю, что запушиваешь следующую пачку? Твои ромы должны быть надежными, потому что, когда ты уходишь с линии, ты теряешь что-то с этого всегда. Твой оппонент фармит линию, ты не фармишь линию, не получаешь голду и опыт. Поэтому, когда ты ромишь, твои ромы должны быть максимально надежными. Без ульты надежно ромить. Ну, я бы сказал, что нифига не надежно. Опять же, запушивая те хрипов, во-первых, ты получаешь опыт золота, а Зоя теряет хрипов, потому что не разбивается под башней. Вот. Надежно, безопасно. Становится сильно. Ульта появится, увидишь окошко для ромы, используешь его надежно. Вот. А так, ты потерял, к тому же, еще окно бэка, сколько там тебе денег, у тебя еще тысяча денег. Это не так уж и много, в плане того, что на этот полноценный предмет, скорее всего, ты не купишь. Но, все равно, потерянная голда. Можно было бы, например, купить сапоги. Как вариант. Ой, мертвый, 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 мертвый. Что Зоя кривно кнопки нажала. Стой. Не бэкай, не бэкай, не бэкай, не бэкай, не бэкай. У меня есть видео. Оно называется «Если хочешь стать лучше, смотри это». Одно длиной примерно час. Там перевод ЛСа, как он коочил чувака на меде. Посмотри его, она тебе очень поможет. Там была концепция с фейкбэком, то есть, смотри. Произошло действие, пришла сюда Леона, ты боишься Леоны, правильно? Правильно. Вместо того, чтобы прыгать через башню, ты можешь сейчас просто постоять вот здесь, вот в тумане войны. Тут, скорее всего, будет для них туман войны. Тут себя не увидят. Вот даже поставлю, вот. Вот здесь вот примерно. Постоять можно. Когда Леона уйдет с линии, то есть, подождать какое-то время, подождать ровно 5 секунд. Да? И ровно через 5 секунд вернуться на линию, зафармить пачку и только потом вернуться и бэкнуться. Что ты с этого получишь? Ты получишь пачку крипов. Зоя мертвая, она ничего с этим не делает, контрплея нет. Леона, через 5 секунд, решит, что ты пошел реколиться и тоже уйдет. Вот так вот. Это не супер-некс-левел говно, на самом деле. Это можно использовать. Не бей вард, не бей вард, не бей вард, не бей вард, не бей вард. Ты выдаешь свою позицию. Притом потеряешь, возможно, немножко крипов. Да, потеряешь немножко крипов. Насчет пушить мидлейна, блин, вот сейчас мета просто супер всратая в плане пуша и мидлейна. Если ты играешь на миде, не знаешь, что делать на миде, пуш мид всегда вообще. Это да. Можете ли вы здесь драться? Можете, да, 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 да. Можно, можно, можно. Доедай всех просто. Найс. Играть в Зои выгодно. Леона нахер тень. Нужно только, если доесть ее чисто двумя автоатаками. Окей, хорошо. Поймал халявку. Он тебя не убивает. Окей. Бэк. Вот мы видим Казикса. Когда у тебя там будет ульта? У тебя ульта уже есть. Ты можешь сейчас, короче, пушнуть линию и что-нибудь разыграть, если получится. Блин, ну как же мне бесит эта камера, а? Не ставят Херлида, сразу отходи. Сразу, сразу, сразу. Ты видишь Херлида, сразу отходишь. Потому что если не ставят Херлида, они хотят драться за башню. Нет, они какие-то совершенно отбитые, абсолютно. Окей. Красная команда тут сыграла просто ужасно. Окей. Я так прям ждал, что случится. Умрешь ты, не умрешь ли ты? Хорошо, что вышло вовремя. Это прям вот то, что решало исход по сути этой драки. Твоя перформанса, точнее, в той драке. Вышел, либо ты выжил, или не вышел, либо ты не выжил. Типикал драки на миде. Я бы на той месте пошел бы бот отпушивать. Потому что вот это должен кто-то зафармить. Я бы пошел отпушивать бот. На топе происходит два в один экшен. Блин, вот про толкучки на миде я тебе ничего не могу сказать, кроме как, если уж команда решила толкаться на миде, ты хер что с этим сделаешь. Особенно, опять-таки, на голд 5. Это плохо. Это плохо. Это суицид. То же самое, что я говорил в прошлой игре. Для тебя эта концепция точно так же нужно лучше не убить и не умереть, чем убить и умереть. Ты можешь начинать сприт пушить. Потихонечку так. Про фарм я на самом деле концентрироваться не буду, но фарм тоже маленький, да. Галочку такую, знаешь, маленькую сбоку. Потом на фармом поработать. Просто это очевидно. То есть, это супер очевидная вещь. Не буду на них делать акценты, понятное дело. Вот это хорошо, вот это мне нравится. Не уверен, насколько, кстати, эффективно было тратить прыжки через стенки, пока ты шел на линию. Можно было тупо пешком с базы сюда прийти. Тут факт, что ты пошел а сейчас зафармить ботлайн, это хорошо. В принципе, это хорошо. Ой. Снова на бот, снова на бот, снова на бот. Окей. Ладно. Красные ребята просто дали себя убить. Башня важнее, чем тупо бегать не за киллами. Башня важнее, чем тупо бегать не за киллами. Короче, я вижу этот паттерн повторяющийся. Этот паттерн нужно тоже убрать. Вот это вот пока что, мне кажется, сам тоже вторая по важности фигня в этом реплее. Вот так вот умирать и выкидывать тебе нельзя за сайсетов вообще. Когда ты делаешь такие вещи, ты проигрываешь игру. Ты видишь, что игра уже превращается в арамное говно. Ты видишь, что у тебя уже команды хотят постоянно безостановочно драться на мидах. И таким образом, когда ты вот так вот выкидываешь, умираешь, ты подливаешь масло в огонь этого мидлейн арама жарева, и уменьшаешь свое влияние на игру. Я ничего тебе не могу сказать, кроме как умереть и убить хуже, чем не умирать. Просто не выкидывай. Не умирай вот так вот за нифига. И все. Просто не делай так. Как можно быстрее убери это из своего геймплея, у тебя все будет хорошо. На бот, на бот, на бот, на бот, на бот, на бот. Ты сейчас появишься, да ведь? Иди на бот, иди на бот, иди на бот, иди на бот. Если твоя команда не может забрать фарм, которого много, который скапливается на линиях, забирай его сам, это гораздо выгоднее. Дальше бот, дальше бот, дальше бот. Нахер это все. Нахер это говно. Запуши до башни. Эти крипы сейчас пропадут. Эти крипы сейчас пропадут. Я даже на тебя не смотрю Видишь, крипы пропадают Вы скажете, что это не важно А я скажу, что это то, что решает сейчас твой перформанс Make or break Потому что эта драка случится там в любом случае Мне даже было плевать, выиграете вы там или нет Давай отмотаем вот до сюда, вот-вот-вот Запушивай до башни Как только ты запушишь до башни, ты можешь бежать к команде что-то делать Эта драка вот здесь, либо на меде, либо на топе, либо здесь на драконе Где еще она произойдет в любом случае Что лучше, прийти в драку такого же уровня, как все остальные? Ну почти такого же, ладно, у тебя там килов вроде как много Ну не особо много, кстати, я думал у тебя больше килов Прийти в драку примерно такого же уровня, как все остальные, да? Либо прийти в драку, будучи на два уровня выше, на три уровня выше Имея плюс предмет Это же сразу же решает исход игры для тебя Ты еще емок там уже нажал, чтобы быстрее добежать То есть эта вот фигня, вот эта вот Она произойдет в любом случае Паттерн сначала запушил до конца линию, потом пошел драться гораздо выгоднее Ну кстати, сейчас твоя цель это лево Это да, вот в лево играть Убить Зои и все Жадно, 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 жадно Если прыгнешь вперед, можешь помереть Ну да, я думаю, что на это, что вот эти вот элементы Это самое важное, что у тебя есть, значит, три пункта Записывай их себе просто жирным-жирным шрифтом, запоминай их Первое Когда ты совершаешь базовую жирную ошибку Типа как вот это вот умереть Типа как вот здесь вот на линии Когда подрался с Зоей в ее крипах Надо делать такую ошибку, ты сразу же выбираешь ее из своего геймплея Сразу же, просто на корню искореняешь ее Никогда больше ее не делаешь Второе Паттерн допушить линию до конца, потом бегать, ромить Всегда хорошо, всегда правильно, надежно Это то, что тебе нужно делать Третье Не убить и не умереть Лучше, чем убить и умереть Всегда Три пункта, которые я выношу из этого реплея Дальше игра, скорее всего, превратится в монетку И в бесконечные драки Твой перформанс будет, ну, не так важен Выбор цели файта, кстати, хороший В плане механики и персонажа, все вообще замечательно Вот, серьезно, механика талана здесь хорошая Немножко быстрый этот момент промотал, но я думаю, это не важно Окей Что сейчас хорошо Ты используешь свою команду, чтобы убивать чуваков Это вот прям правильно Ассайсин так и работает Пойти пушить топ, это тоже правильно Останься на топе, останься на топе Иди на топ, иди на топ, иди на топ, иди на топ, иди на топ Бля Нет, 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 нет Я даже на камеру не смотрю, но типа нет Типа нет Объект, 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 объект Объект важнее того, что ты делаешь на мете Объект важнее Объект выиграет игру Драка на мезя с целью нажать на кнопочки Убить чуваков и потом самому умереть Игру тебе не выиграет Я уже об этом говорил так много Что повторяться больше не буду Ох эти драки на нашоре Ох эти танцы на нашоре Запушь линию, любую топ, мид, бот Насрайд, любую линию запушивай Обязательно сейчас нужно запушивать линию У вас нет опции здесь оставаться Выжадничайте Окей Это происходит четвертый раз за реплей Четвертый раз за реплей Я думаю С этим мы раз... Я думаю, что с этим все понятно И ясно, что Это... Блин Одно и то же Одно и то же Постоянно повторяющееся говно Избавься от него Просто избавься от него И все И все у тебя сразу импровнится Ты сразу импровнешь свой геймплей А только избавишься от такой вот фигни Вот это было хорошо Вот это вот гораздо выгоднее того, что было раньше Вот так вот ловить чуваков, убивать чуваков Это круто Дальше Пять на четыре игра Можете ли вы драться пять на четыре? Нет, уже не можете Зоя успеет рестаться Еще я бы поставил такую галочку Пушить боковые линии Пушить боковые линии Учитывая, насколько твой герой мобильный Ты можешь пушить боковые линии И при этом совершенно не терять в мобильности И во времени Как быстро ты сможешь вернуться на драки на мидлайне Окей, тут ты бэкаешь Все хорошо Тут все хорошо Иди на боковую линию На бот, на топ Пофигу Кстати, вот здесь вот Вот здесь вот Давай-ка я быстренько отмотаю Хочу-качу поговорить В плане принятия решений драки Мы видим Казикса на топе Тут у нас три человека минимум Четвертого мы не видим Где четвертый? Камилла четвертый Где Камилла? Мы не видим Камиллу Как этот элемент можно разыграть красиво? Если бы у тебя был флеш Можно было с ульты начать Это комбо Я прям вижу, как с ульты забегаешь Жмешь все кнопочки в зои Она мертвая С Игнаетом точно мертвая Потом выфлешиваешь, короче Либо тебе нужно ждать Пока тебя команда соинициирует Другой еще вариант Ты заходишь вот так вот Вот через эту вот Дорожку Сзади И тупо стоишь сзади Кидаешь в них даблги При этом не заходя в рейндж Леоны И зои Это сложно Но таким образом Эти ребята будут тут закрыты Если твоя команда просто нажмет в них кнопочки Вы автоматически это выиграете Потому что им делать это будет некуда Либо в случае опасности Нажать на ульту Вот Если ты просто пешком выходишь из куста Эти ребята в тебя разворачиваются И тебя могут убить За комбо Либо Они могут отойти И твоя команда Не дотянется до них Своими кнопками Чтобы синициировать Если прожимать ульта Луна в кусте Враги видят Анимас ульты Да Видят Да Видят Бэк на базу Бэк на базу Бэк на базу Сразу Бэк на базу Ну окей Радбаф Все отхилил Я потому что думаю Я думаю что ХП мало И Завехать в базу Это хорошо Это не проиграть Так я что-то просмотрел Что там случилось Ведь еще от башни Все сдохли Я немножко Немножко отвлекся У меня брейнлак Случился только что Извините Ну да Вот тупо убились Об башню Ну как бы Лол Если команда Принимает неправильное решение То это блин Неправильное решение Долбиться в башне Просто так на сухую Пытаясь зафинишить Игру Которую вы не можете Зафинишить Ну Такое себе Это сортов нормально Кстати Вот на этом Л это тоже сортов нормально Что чуваки Просто начинают Долбиться в какой-то объект Не понимая что вокруг происходит Умирают и выкидывают Я бы даже сказал Что можно увидеть Что это неправильно Что типа Понять что вы там Зафинишить не можете Что долбиться в башню Это невыгодно Что можно там Еще что-нибудь профармить Можно там Отдефать базу Там бот отпушить Например Но это дерьмо Все равно случится И перед тем Как тебе думать об этом Тебе нужно работать Именно С более фундаментальными штуками О которых я говорил ранее В принципе да Интить команду Интить вместе с командой Это плохо Типа если команда пошла Интить Пускай она интит сама Без тебя Ну и дальше игра проиграет Судя по всему Ой что я на тебя Даже не посмотрел Сори 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 Я уже засыпаю На самом деле Я думаю что Во втором реплее Я просто полностью Буду иссякнут В плане энергии Так Но это тоже базовое Ты тупо заходишь В рейндж Пяти человек Ну ладно Не пяти Троих человек Ты зашел сейчас В рейндж Варуса Леоны И казикса И камилла Тоже если она жмет Яй вперед И потом от башни В тебя Ты сейчас зашел В рейндж Этих всех щеков Одновременно Базовая тоже штука Блин Я прям знал Что камилла От башни Отпрыгнет И в тебя влетит Окей Ну игра закончилась Учитывая что Сейчас будет второй реплей Я думаю что С этим было все И понятно И хорошо Если есть какие-то Вопросы у тебя Датам комментарии То давай говори Я обязательно послушаю Если вам что-то осталось Конечно Прошу Тиму Они умрут Ну да Ну да Да Как бы Ну блин Тима будет делать говно В любом случае Независимо от твоих решений Типа Главное чтобы ты принимал Правильные решения И за раз в раз Из игры в игру Ведь стабильная игра Это то что Поднимет тебя Элота в итоге Так 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 Второй реплей Какой это был Там был Вот этот Реплей Да Вот этот Теперь О чем еще Можно поговорить В принципе Таун это хороший Герой Для такого Элла Для поднятия его Раз Потому что люди Тут абсолютно Не умеют играть Против этого Говна Люди Вообще не умеют Играть против такого Ровмящего чувака Как Таун То есть Паттерн Запушил линию Прибежал на сайдлейн Словил там халявку Прибежал на линию Обратно Топ Запушил Снова Бежал Словил халявку Уже на другой линии Это очень сильный паттерн Он Безумно эффективен Потому что Ты сам ее отменяешь Если тебе колбасится Персонаж И автотака не делается То что сам ее отменяешь Попробуй Знаешь как Попробуй это Сымитировать То есть Да Это можно мышкой сделать Попробуй это Сымитировать Как Правый клик С Если ты будешь Нажимать Правый клик С Правый клик С То Ты поймешь Как это работает То есть Да Ты сам можешь Отменить Автотак Значит Велк Что Сразу же Вот сразу же Велкас У тебя есть опция Убить его на втором уровне У тебя есть опция Не быть запушенным Если ты хорошо разыграешь W на первых уровнях Опять же То есть самое главное Чтобы он тебя не впушивал Верли гейме Вообще никак Второе Искать потенциал Убить его на третьем Четвертом уровне Запушивать Сразу хорошо Кинуть W одновременно Велкас И в крипов Тоже будет хорошо Если ты это сделаешь Найс Хорошая Если ты знал Что же он Начинает с верхней стороны И поставил Из этого сюда Вардик Это Вардик Он рано Блин Вот Проблема с такими Вардами Что не рано Они на правильной стороне Они Относительно Правильном месте Хотя я поставил бы Подальше Я поставил бы Вот тут Конечно Телеграф Но Либо Вот тут Короче То есть Рассматривай Вард Вот сюда Рассматривай Вард Вот сюда Сюда Очень хороший Вард Между прочим Это очень рано Две минуты Это очень рано Либо Тебе ганкают На левел 2 Прямо Совсем Совсем Ран До того Как ты Вард Вообще Поставил Когда у тебя Первый уровень Либо Второй уровень Либо Тебе ганкают Уже на 3 минуты С чем То есть На 3.30 3.20 Вот так вот Иногда Даже 4 минуты То есть Но не дает себе Ровно нифига В плане обзора К сожалению С вардиками Тоже можно Что-то придумать Я не вижу Пока что В этом Откроено Большой проблемы Учитывая Твой персонаж Учитывая Насколько ты Мобильный Что можешь Убежать От любого ганка Так у тебя Рефилабл Кинжал У него Манка Потрать кухон На тележку Это хорошо Надежно Чтобы ее не потерять Лучше потратить кухон На тележку Чем не потерять тележку Чем потерять Точнее тележку Лол Чего несу Эта позиция Говно Надо сразу Ломать Смотри Как только Как только Вот из этой позиции Значит Как только Приходит подкрепление Ты сразу же Запушиваешь Максимально сильно Велкоза Чтобы вся Вот эта Большая Большая Сборище Красных крипов Разбилась Об его башни Обязательно Если ты сейчас Даешь ему Тут пространство Пофармить Если ты просто Сейчас даешь Им возможность Нажать кнопки В этих крипов Он их фармит И они не разбиваются Под башню Следовательно Он не потеряет крипов Очень важная Говно Очень-очень важная Говно Пока что В плане контроль Линии Вот это сейчас Было очень плохо В плане Бегать Не туда-сюда Наверх Это казалось бы Не важно Но я говорю Что считывая Вот этот фактор Что сейчас Велкоз просто Пофармит Тут линию И Из-за этого Это так важно Плюс Он тут сидит Ему ничего Не угрожает Он не боится Ганков Он не боится Тебя Это очень хорошая Позиция Для Велкоза Ты сам Ему подарил Эту позицию Тем что Не запушил Когда сталкивались Крипов Я специально Сейчас покажу Еще раз Этот момент Это очень важно Вот Три дальних Крипа Это идеальный Фриз На любой Линии Линия Как раз таки Вот черта Не так Черта На которой это происходит На миде Она вот здесь На топе Она вот здесь Вот Ну Вот тут вот На боте То же самое На миде Она вот здесь Вот Это идеальная Позиция для фриза Плюс идеальное Количество дальних Крипов Для фриза То есть это идеальный Фриз Для велкоза Сейчас Приходит подкрепление Вот Подошло подкрепление На этом этапе Ты сразу же Запушиваешь Просто со всего Что у тебя есть Все кнопочки Жмешь крипов Чтобы велкоз тут Не сидел Чтобы эта позиция Была сломана Пока что На лейнии Это самое важное Для тебя То есть Надеюсь Ты понимаешь Почему эта позиция Плохая Тут ты изи Убежал Просто прыгну через стенку Да Все как бы Флэши Кстати было Мне кажется Даже не обязательно Мне кажется Там можно было Сохранить флэш Учитывая Что ты все равно Поймал фир И учитывая Что там Игнайт А ни у кого нет Тебе это было Надежно Окей Это желтый спектр Короче Это желтый спектр Слыша А вот это Плохое решение Во-первых Ты снова дерешься Учитывая Что у тебя меньше крипов Во-вторых Если сейчас Ноктюрн Пиздец Какой наглый А на гол в 5 жанлеров Которые Пиздец Наглые На самом деле Приличное количество Он может Просто так же К тебе сюда прийти И с флэша Тебя забрать Учитывая Что у тебя больше Флэша нет То есть Серьезно Ноктюр Может прямо сейчас Вот так вот вернуться Вот так вот И с флэша Тебя убить Он знает Что у тебя флэша нет Когда ты отдаешь Флэши на ганках Ты отдаешь Флэш на ганки Значит тебе следующее время Лучно играть Немножко более аккуратно Просветка 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 Я не знаю Насколько это в игре было Видно Я там на мини-карте Просто увидел Просветку Значит Ноктюрн я там Ноктюрн вот здесь Ой я бы боялся Ноктюрн Ой я бы искал Позицию для бэка Ой я бы хотел Бэкну сейчас Очень сильно Забрать тележкой Бэкну все что я хочу Если бы я был Таланом на этом В этой игре Зафармливаю мобов И бэкнись Это просто Так Ноктюрн на боте Окей Допушивай Допушивай Не-не-не Ты уж У тебя уже позиция говна То есть Давай мы примем Что у тебя уже позиция говна И что Велка сбэкнулся раньше И что Велка здесь телепорт Что если ты сейчас Короче не допушиваешь Он жмет телепорт И выгоняет тебя с линии И ты потеряешь Все хоть эти крипов Под тавркой Допушивай до конца Лени Допушивай Сколько у тебя получается Допушить Нажмет он тп Окей Нажмет тп Ты отойдешь подальше Ты все равно Ты просто все равно В говне Ты все равно что-то потеряешь Допушивай Да сколько у тебя получается Допушить здесь Да что ж такое Это с этой камеры В прошлом реплее Ты пытаешься сделать Какое-то действие Когда у тебя Пятый уровень Дожди шестого уровня Серьезно Это Это простые Просто как Баклажан Говно Но Оно очень важно Оно Майкорбрейк Серьезно Я вот думаю Можешь ли там был Должен Где-то Скеллшот Да блин Можешь ли там был Должен Эту фигню Почему это так важно Потому что Если бы ты ее Должнул На шестом Можно убивать Велка За сыгнает Эмой ультом Ну пытаться По крайней мере Да Можно Должнуть было Окей И вот теперь Кто тебе шестой Ты можешь Эти ромить Правда Сейчас тебе это делать Не нужно Тебе нужно Сначала подпушить линию И попрессунуть Велка Постараться Вау Но блин На самом деле Печали К чему могу сказать Насчет того Насколько Этот мув Был правильный Насколько Он Я сделал паузу И выпью водички Сори Насколько Этот мув Был правильный Тебя видели Это точно На этом этапе Мы понимаем Что тебя видели Велка Разыграл правильно Нельзя давать Себе проходить На линию Так как Ты прошел На линию Я понимаю Что ты хотел Сделать То же самое Перед тем Как идти ромить Запушить линию Всегда выгодно То есть Типа Я не скажу Как скажу Типа Если я скажу Что это было Откровенно плохо Я буду Не очень прав Потому что я понимаю Что ты хотел Сделать Я понимаю Что ты хотел Сделать Плей У тебя не получилось Сделать Плей Говорить Что это нормально Тоже Как бы Не ну Типа Это не очень Нормально На линию Потом Хрен придешь Тебя видели То же самое Что в прошлой игре То же самое Что в прошлой игре Причем Я даже Не знаю Как это Донести Полноценно Кроме Как не Делай так Пришел Поймал Слышал Тут велкоза Смотри Сейчас у тебя Все хорошо Сейчас ты можешь Как минимум Велкоза Тупо Слиний Выгнать Потому что В нем Мана нет Обузь Сейчас тебе Нужно Обузить Потому что Нет Мана Просто Тупо Это Забузь И все Насчет Убить Его Я сомневаюсь Но сейчас Это твой Халявный Фарм Плюс Потерянный Фарм Для Велкоза Это Совершенно Точно Ой Насус Какой Сильный Ой Насус Какой Сильный Окей Ладно Там Сам Нерк Было Одано Много Но Насуса Убили Впрочем Насуса Убивать Такой Себе Тоже Штука Запушил Пошел Ромить Куда-то Пошел Ромить На дракона Пошел Так Вот это Вот новая Штука Этого Не было В прошлом Реплее Избавься От этого Что Было Плохо О чем Я Думаю Вот Это Вот Это Вот Это Вот Значит Что я Из этого Реплея Пока Что Могу Вынести Уходить С линии Просто Так Это Всегда Плохо Это Всегда Всегда Проиграть Игру Абсолютно Если Ты Уходишь С линии Ты Сразу Жили Проигрываешь Если Ты Проигрываешь Силь Линию Ты Сразу Проигрываешь Из Этого Все Возможности Влиять На игру Когда Сделаешь Подобные Штуки Тебе Нельзя Терять Время Тебе Нельзя Стоять На месте И думать Куда Я Пойду Дальше Тебе Нельзя Стоять На месте И ждать Пока Враг Подставится Потому Что Враг Может Не Подставиться Если Он Хоть Немножко Видит Карту И Думает Головой И Если Тебя Вдруг Видели Ну Это Не В данный Случай Тут Розавар Стоит Грабик Горит Тут Тебя Понятное Дело Никто Не Видел Но Они Видели Что Ты Ушел Смита Они Могут Специально Тратить Твое Время Просто Тупо Специально Играть Как Будто Они Тебя Не Видят Но Они Знают Что Ты Рядом Как Только Ты Сделаешь Шаг Они Сразу Отойдут Тупо Тратят Твое Время Эта Ты Сначала Отпушиваешь Линию И Потом Идешь Заниматься Вот Такими Состояниями В Драконе Это Сразу Нормально То Это Превращается Из Красного Спектра Как Минимум В Желтый Потому Что Ты Ничего Не Теряешь Потому Когда Твоя Линия Запушена У Тебе Есть Пространство И Время И Ты Бегаешь По Карте Ждешь На Месть Ничего Не Делаешь Это Сразу Нормально Это Желтый Спектр Но Это Красный Спектр И Не Потому Что Тебя Убили Мне Плевать Что Тебя Убили Честно Вот Это Гораздо Важнее Уйти С Линии Там Уж Надо Еще Сразу Подумать Что Ты Потеряешь Когда Пойдешь Ромить Сколько Времени Сколько Крипов Опыта Ты Точно Нагло Там Пошел Вперед К Велкозу Ты Показываешь Что Я Хочу Драться Сразу Как Приду На Линию Можешь Это Делать Да Можешь На самом Деле Можешь Да Ок Там Чисто По Передвижению Хотел Посмотреть Да Ок Не Давай Велкозу Пойти На Линию Очень Важно Ты Сейчас Должен Сделать С Тоже Самое Что Он С Тобой Вот Здесь Помнишь Как Ты Бегал И Он Тебя Ультой Поджарил Ты Сейчас Должен С С С Ним То же Самое Что Он С 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 Зачем Вы Здесь Сталкиваетесь Чтобы Драться Ок Окей Велка Сейчас Подойдет Мы Думаем О нем Думаем О карте Думаем То Что Происходит Вокруг Как бы Мне Это Себя Донести Там Тебе 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 Нужно Принимать Потерянные Возможности Причем Потерянные Возможности Кого-то Убить Получить Фарм Сделать Плей Это Вот Четвертая Жирная Фигня Которую Я тебе Напишу Вот Прям Жирная Жирная Фигня Которую Тебе Нужно Записать Принимать Что Возможность Потеряна Просто Принимать Это Все Потеряно Что Если Ты Делаешь Эту Фигню Которую Ты Хотел Сделать Но Возможность Потеряна Это Будет Минусовое Решение Это Лучше Как я Могу Тебе Это Преподать На Полном Серьезе Вообще Конкретно В этой Игре У вас Очень Плохо По-моему Да У вас Бот Сильный Но Там Есть Сразу Три Чувака Которые Могут Просто Выключить Твой Бот Значит Теперь Когда у тебя Падает Башня Те надо Понимать Что Твоя Безопасная Зона Переехала Вот Сюда Что Сейчас Вот Это Все Опасная Зона Если Тебя Заходят Тут Убивать К примеру Ноктюрну Летанет Вот Велка Стоит Вот Здесь Ноктюрн Тебе Улетит Ты Умираешь Ну Как Умираешь Теряешь Все Здоровье И сам Нерки Но Тебя Понимаешь Что твоя Безопасная Зона Она Теперь Вот Тут Что Это Вот Опасная Зона На Миле Теперь Когда Тут Фармишь Вот Так Обрати Внимание Как Только Ты Уходишь С Мидлейна Сразу Появляется Пинг Тебя Нет Почему На это Обращу Внимание Потому Что Когда Ты Идешь Роумить С Мидлейна Ты Сразу Понимаешь Что Это Видят Что Другая Команда Видит Как Ты Ушел С Линии И Поэтому Еще Такая Фишулечка Лайфхак Типс Трикс Не знаю Как Хотите Назовите Ты Можешь Фейкать То Что Уходишь С Линии Постоянно Заходишь В куст Которым Ты Знаешь Что Нет Обзора Кстати Классная Тема Ставишь Пинг Вард Короче Берешь Пинг Вард Ставишь Его Вот Сюда Вот Например И Постоянно Отпушил Уходишь Литтеромить На линию Или Не Ходишь Остаешься Литтер Или Нет Сидишь Ты В кусту Или Нет Чтобы Они Гадали Постоянно Что Ты Делаешь Быть Непредсказуем И Ломать Паттер Вот Блин Прости Я промотал Чет Слишком Быстро Эта Фигня Давай Еще Раз Ок 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 На мид На мид На мид Все крипы пропадают Все крипы пропадают Это было выгодно Учитывая что ты взял 2 кг А если бы ты 2 кг не взял Это было бы уже не так выгодно Вот сейчас можно бегать по карте Вот сейчас Вот сейчас Вот смотри Вот сейчас У тебя линия запущена под башню Сейчас Ты можешь это делать Это уже хорошо Вот Ок Да блин Что с камерой то Очень было близко Можно было флешить чуть пораньше Но ок Не критично И не то на чем я буду акцентировать Внимание Дальше снова идешь на мид Забираешь фарм Да Ок Еще одну пачку Ульта не к тебе Мы это сразу Вот к тебе эта ульта Точно не полетит Вообще никак Мы это прям знаем Что к тебе эта ульта Не полетит Откуда мы это знаем Потому что Нектюрин Нет смысла убивать одного тебя Когда можно Убить бот И вместе с ботом Забрать бот объект Раз он все равно Вкладывается в это Если сможешь Будет хорошо Но я сомневаюсь Проблема в чем Велкас запушил Велкас запушил И пришел на помощь То есть это потенциально Один в два Но он актюрин Оказался очень сильным Да 9-0 Я посмотрел на это То же самое Что было вот здесь Ой На эту кнопку нажал То же самое Что было вот здесь Когда тут дракона стоял То же самое Мне кажется Ты очень хорошо знаешь Рейнджи некоторых героев То что Ты так делаешь Часто Это тоже Повторяющийся паттерн И Кроме как Больше играть И знать лучше Рейнджи некоторых героев Я тебе ничего не сказать Не могу Ой Ты сам себя убил Ну Точнее Ульту выкинул Не ты понял На чем я Синяя команда Просто слишком умная И тоже Сама себя убила Оценка ситуации То же самое Что было По моему В первом реплее Самым Самым первым Когда саппорт еще был В первом Когда ты делаешь Какое-то действие Типа вот такое вот Да Такого вот Прыжков Паркура По лесу Посмотри на карту Оцени ситуацию Мы видим тут двоих У тебя тут Джинкс рядышком Мы видим Сону Сону идет То есть это Три чувака Ты идешь Сейчас играть Идет в три Тебя никто Поддержать не может Джинкс далеко Она зазонена Эти ребята На базе А Волибер на базе Карма мертвая Триндомир на топе У него свой сплитпуш Бизнес Ему насрать на тебя И все что происходит У вас на медлайне Ты сейчас идешь играть Один на три При этом никто тебя не поддерживает Об этом нужно подумать Это нужно обратить внимание И посмотреть И взять в привычку Оценивать ситуацию Прежде чем делаешь действие А тут еще и ноксюрн То есть это четыре было Ну опять-таки Сону умерла Исключительно из-за того Что у нее мозгов Не очень много в голове И она сделала Шаг не туда Шаг в пропасть Исключительно Поэтому она умерла Драться в новижне Плохо Вот новые концепции Появляются Драться в новижне Плохо Ну да Очень сильно боятся Новижне сейчас Велкос 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 Окей Хорошо Асуса тоже на самом деле Убить хорошо Потому что слишком сильно Подставился Дальше Мид 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 Нет-нет-нет-нет Мид 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 Это вот выкинет игру Это-то выкинул игру Я в принципе говорю Что на этом Той перформанс закончен На этом Той перформанс закончен Это уже по-моему Пятый раз Происходит такое Чё тебе лично Чё тебе лично Сейчас можно сделать Чтобы выиграть игру Я бы тупо пушил бы сайдлейны Честно Я бы тупо бегал бы по боковым линиям Пушил бы боковые линии Учитывая, что игра супер Монетно Игра в принципе почти проиграна Блин, хорошо, что смог выйти Подобные бои всегда у тебя удаются То, что можешь выйти Это хорошо Иди на бот Иди на бот Иди на бот Иди на бот На бот На бот На бот На бот На бот Если сможешь убить Велка Забудет хорошо Но я очень сомневаюсь Почему надо было идти на бот Кстати Давайте я объясню немножко Мой ход мысли Потому что может быть кому-то непонятно Вот это вот всё халявный фарм Защитить объект в одиночку Ты скорее всего не сможешь Вообще То есть серьёзно Скорее всего защитить её одному Не получится Валибир на топе Трендомир идёт Он милишный У них там чё Раз-два рейнджа Как минимум То есть пока ты будешь стоять под башней Те два чувака будут её ковырять То, что не за тобой побегали Когда ты начал бегать Вот здесь вот То есть тут три человека Да, три человека Пока ты начал тут бегать И они за тобой бегали Это исключительно снова тупость Синей команды Вообще И Тот факт, что они просто за тобой начали бегать И не взяли мид Это исключительно их проблема На боте халявный фарм И да Если бы у тебя была ульта Полная хп Можно было бы Велка, за которую нажал тп Убить Это немножко постфактум аналитика Но это не важно Главное забрать этот фарм Потому что он Самое важное В этой ситуации Башню В одиночку Ты не диапаришь В принципе, да В принципе, для тебя К сожалению Игра уже закончена И она Для вас Скоро проиграется Если синяя команда Будет тупо вас так давить Учитывая разницу в уровнях Только вас сейчас Что-то спасает Ух ты, QSS Окей Вот это было хорошо Тут скорее Ноктюрн подставился Но все равно Наказывать его За то, что он подставился Это хорошо Там крипов было очень много Проблема того эпизода В том, что Там очень много Крипов было Велкостон тоже мог Разыграть лучше Велкостон мог Встать спиной к стене Вообще, поинт хорош Я об этом не совсем подумал Что можно было зайти Пешком в рейндж-дабл-ю Да Действительно Это опять-таки Это Да, это механика Базовая Это все хорошо Но Вот Вот Где хоть мид Ладно Я устаю Честно Я устаю Я просто Я скоро закончусь Такими темпами Окей Это неважно Это неважно Это уже неважно Ты мало Чего можешь Сделать с этим Ладно Я не хочу быть ублюдком Тупо проматывать реплей Несмотря Но по сути Ну по сути Что я там промотал Я там промотал Одну смерть Как-то умер И все В принципе Ну вот Добавить мне к этому Больше сверху Нечего Добавить к этому Мне больше сверху Нечего